В Израиле прошла международная неделя бриллиантов. Свою сверкающую продукцию представили более 100 компаний из Америки, а также более 400 из Израиля. Ну а среди покупателей делегации из 22 стран, включая Россию, Индию и Китай. Под пристальным взором охраны покупатели с лупами ходят среди стендов, на которых представлены драгоценные камни на общую сумму 2 миллиарда долларов. К примеру, вот этот 32-каратный красавец стоит 850 тысяч долларов США. За нами наблюдает весь мир. Добывающие компании, производители ювелирных изделий – все они желают нам успеха, потому что мы ведем эту отрасль в новый сезон, праздничный. И я уверен, что у нас получится. Здесь видны энергетика, счастье, улыбки, с которыми возвращаются покупатели и компании. Израиль уже является ключевой площадкой для торговли бриллиантами в мире, будучи лидером по их огранке. 20% всего промышленного экспорта страны приходится на эти драгоценные камни. Производство сократилось, однако продажи процветают, достигая годового оборота в 25 миллиардов долларов США. Израиль играет именно такую роль – создает среду, где вы можете получить нужный алмаз от нужных людей по нужной цене в нужное время. Покупатели бриллиантов очень осторожны. Пришло время покупать, нужно ли мне подождать. Может, еще слишком рано, может, цены упадут. И вдруг они видят. Да, люди торгуют, лучше уж нам тоже действовать сейчас, а то вдруг цены поднимутся. Все это очень иллюзорно действует на психологическом уровне и, в конце концов, превращается в реальные деньги. Рэйчел приехала из Гонконга специально для того, чтобы подобрать себе нужный бриллиант. Мне нужен был особый бриллиант, сделанный специально для меня. И многие продавцы здесь могут оказать мне такую услугу. Так что здесь больше возможностей. Лучше, чем в Гонконге.